Хотелось бы привести историю с Утманом Радаллаху Альху. Вы знаете, кто был на хадже? Когда находится на Арафате, то Прот Мухаммад, саллаху алейху ассалдам, сокращал их и объединял молитву в Зухр и Аср. Чтобы даже намаз в этот день, фарг намаз, не отвлекал его от ду'а. Поэтому, кто был на хадже, Мухаммад сказал Азан, потом, что после этого небольшая хутба Арафа, потом два ракета в Ухр читаем и два ракета Аср намаза и начинаем делать ду'а. так же поступил как поступил тоже так же поступил как поступил оба краба они не парсоник аллах сомнались он тоже читали 2 по 2 будучи халифы читал 4 4 и тогда некоторые начали почему он читает 4 когда пробула самариза читал 2 когда баба кратства 2 почему 4 4 и чтиха это узнали родом он заключался в том что много приехала иностранцев то есть не арабов и они не знали арабского языка он боялся что после того когда они вернутся домой после также тоже буду читать два по два как будто намаз сокращенные постоянные поэтому он так сделал ну сахабы начали противоречить почему ты противоречит рогу мухаммаду салла алиса почему противоречит ау-бакру-хумару тогда подошли к великому ученому сахаби юнджалил иблина сяуду и спросили на что он сказал ильзаму аль-джаму а а следуйте за джаматом и не сами от уралья на расули до не самооборот в садах на накидах халу шар пояси не я слышала поставить аллаха салла амалары он силам то что противоречие и мама противоречию халифу не что хорошему не приведет кроме как шар как кроме как в злу, сказал Ибн Масауд. Просим Аллаха, чтобы объединил нас на Куране, на Суми. Просим Аллаха, чтобы наши сердца были любящими друг друга, ради Аллаха. Чтобы шайтан не разделял между верующими, чтобы объединял. Чтобы мы были из всех, о ком сказал Пророк Мухаммад, в хадисе, в хадисе, им будут, в сегодняшний день уготованы такие мембары и света. И белой зависти им будут завидовать Набиун, Пророки и Шахили.